Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости своими однопартийцами, и так и так там изображают его, и политбюро там все сидит, и все высказывания политбюро, и даже кресла, по-моему, выломанные оттуда из дворца съездов, тоже поставлены, чтобы человек мог усесться и прочувствовать, что происходило с Ельциным в тот момент, когда он произносил какие-то там свои фундаментальные речи. И надо отметить, что я-то, в общем, свидетель всех этих событий, видел все это дело в прямых эфирах, когда это происходило, и когда Ельцин был на коне, и его прославляли всеми этими кадрами. И 91-й, и 93-й год, я очевидец и участник этих событий, все это я хорошо помню, меня все встряхнуло в памяти, и встряхнуло меня вот это возмущение тем, что очередная ложь, то есть реабилитация Ельцина, ну и одного из самых гнуснейших политиков мировой истории, который может сравниться разве что только с Гитлером, или может быть с Путиным, как кому понравится сравнивать. И вот это, я считаю, признаком того, что Путин будет уходить. Он создает модель реабилитации самого себя, как он бы видел прощание с большой политикой, уход от политики для самого себя, так он сделал для Ельцина. Но также это свидетельствует о том, что ельцинская семья на самом деле является хозяином положения, и она торопит Путина, пора уже уходить, пора. Мы здесь хозяева, мы здесь строим памятники Ельцину, вот этот колоссальный центр. Эти люди являются владельцами колоссальных капиталов, они завязаны на мировую олигархию, а через них и Путин на нее завязан. И ему говорят, Владимир Владимирович, все, уже пора, понимаешь, мы тебе отдавали власть на 10 лет, теперь вот у нас по плану другие люди должны прийти, страна твоя, конечно, заваливается, но что-то ты ее слабо толкаешь, нужны новые инициативы, ты как-то исчерпался, вот все, что можно было сделать против России и русских, ты уже сделала, вот надо больше делать. А ты как-то тормозишь, ну стар уже просто стал, он, Ельцин, до старости ломал Россию через колено и дробил ее как только мог, а ты уже все. Ну и ему-то тоже сказали вовремя, сказали ему, пора уходить, а он сказал, простите меня, я ухожу. Ну понятно, что от Путина трудно ждать, что он кому-нибудь скажет прости. Не такого воспитания человек. Ельцин, конечно, был алкоголик и на этом его поймали. Если как раз в этом фильме посмотреть кадры молодого Ельцина, то человек такой очень импозантный, улыбчивый, динамичный, всем жмет руки, общается там с рабочими, что-то там говорит таким энергичным своим простецким языком, не очень вдаваясь в содержание, главное побольше мимики, побольше эмоциональности в речи, вот пусть она будет совершенно безграмотной. Я, кстати, припоминаю, что я был на одном из предвыборных собраний Ельцина, когда он баллотировался еще от Москвы в кинотеатре Варшава. Я его увидел, удалось мне проникнуть, популярность его была огромная. Я тогда еще подумал, ну надо же как, предоставляют целые кинотеатры, вот кому бы еще могли бы предоставить такие возможности для проведения агитаций. А сейчас я совершенно четко понимаю, что все это делалось, то есть Ельцина велик, вершине власти, и вовсе не Горбачев. Горбачев, да, помог в какой-то момент, он его перевел в Москву, а дальше уже было дело техники, закулисные силы продвигали Ельцина. Именно такой был и нужен алкоголик, который, да, в какие-то моменты, когда он от пьянства просыхал, тогда он пытался еще что-то сделать, разобраться в том, что происходит вокруг. Но еще когда он не был на самой вершине власти, все-таки его там как-то лечили, выводили из этого состояния, а тут наоборот, его привели в то состояние, в котором он был просто петрушкой, его выставляли как памятник перед публикой, он что-то там играл лицом, говорил несколько фраз, а дальше все это интерпретировали люди там типа Чубайса, Егора Гайдара тоже. Все эти люди были подготовлены заранее для разорения страны, все планы там освобождения цен, приватизации, все это было заранее подготовлено. Кем и где, вот я делаю вывод о том, что природа власти, закулисной власти не изменилась, и этой властью распоряжались высшие чины КГБ. Может быть, Крючков в последний момент был как раз вот этой правящей группировкой КГБ отстранен, там КГБ, Политбюро, какое-то было гнездовье такое, которое планировало будущее страны, планировало просто присвоить себе все национальное достояние. И это был их план, он был реализован. И в этом и Путин как марионетка в их планах, и Ельцин был. Вот Ельцин еще был более-менее вменяем, когда его поставили править Российской Федерацией. Но потом он на укольчиках и на коньячке пришел в то состояние, которое как раз и нужно было этой правящей группировке, такой между жизнью и смертью, между рассудочностью и безумством. Вот его показывают в этом фильме и показывают, когда он идет к власти, насколько он привлекателен своими манерами. Для него придумали пиар, о котором ни один член Политбюро даже не мечтал, то есть такими технологиями никто и никогда не занимался. Вот эта ГБшная структура, она поднаторела, выяснила, как все это делается за рубежом, как раскручивают фигуру. Вот его раскрутили, он был единственным человеком в СССР, которого раскручивали. Никого больше не раскручивали. Даже Горбачева не раскручивали, он пользовался просто привилегиями статуса. И его все время показывали, говорящим какие-то очень длинные речи, тоже там эмоциональные какие-то переживания. Но все-таки, в полном смысле слова, пиар не получился и не было у Горбачева. Был только у одного человека. И насколько он был приготовлен к власти? Я думаю, что его болезнь, его пристрастие к алкоголю, делало невозможным управление страной с его стороны. Поэтому правило его окружения. Правило Гайдар, Чубайс и вот все это кубло, которое собрали заранее, заранее спланировали. И был такой среди них экономист Найшуль. Он однажды вывалил все это дело, как Чубайсовская группировка готовилась в Питере, как здесь в Госплане была группировка, которая разрабатывала планы приватизации. Можно себе представить, что в недрах коммунистического режима, уж точно под контролем КГБ, все это дело происходило. Я когда видел выступление Ельцин в кинотеатре Варшавы, я подумал, что что-то так человек не в себе может. Я уже тогда подумал, что под мухой что ли. То есть вместо того, чтобы говорить какие-то содержательные речи, он какие-то делал многозначительные паузы, поднимал туда-сюда брови. В отношении Люгачева, ты не прав, то Борис ты не прав, а здесь Егор ты не прав. И вот эти вот такие движения, бровями такие, заигрывания с публикой. В общем, выглядело все это бессодержательно. И вот только этот эмоциональный заряд, который был придан публике, он позволял ей что-то такое из себя выдавливать, вот эту любовь к всенародно избранному впоследствии. Даже тогда Ельцин проходил мимо меня, и какая-то дама ему там крикнула, Борис Николаевич, мы вас поддерживаем, но только поменьше амбиции, поменьше амбиции. Он остановился, так как обиженный ребенок, развел руками, сказал, ну что вы, ну какие амбиции, ну какие у меня амбиции, и пошел дальше. То есть еще тогда, как какие-то элементы рациональности были и у той публики, которая смотрела на Ельцина. А дальше все, ребята, вы отдали власть, и обратно вы ее не получите никаким способом. По крайней мере, не тем способом, которым вы отдали. На выборах власть никто не отдает. А вы отдали, ну какие же вы дураки, что вы решили, что на выборах что-то меняется. Природа власти не изменилась. Изменился антураж, законы изменились. Но законы-то это для вас изменились, для публики. А закулисные законы, закулисных игр не изменились. То есть реальная власть осталась в рамках той группировки, которая по наследству ее передает. Не обязательно детям, внукам, но передает в рамках вот этой скрытой секты, которая управляет Российской Федерацией, так же, как управляла СССР. Ну СССР тяжело было управлять, слишком большая была страна. Сейчас ей тяжело управлять и Российской Федерацией. Поэтому организуется заговор по расчленению и Российской Федерации. Заметьте, что во многом ситуация совпадает с той, которая была в 91-м году. Тоже стремительное падение цен на нефть. Сейчас товарный дефицит возникнет, цены взлетят и так далее. Проблемы те же самые нам организуются. Такой же недееспособный руководитель, который кроме болтовни ничем не занимается. Все один в один. И та же скрытая группировка действует в своих интересах. Они зачищают Россию. Я об этом скажу несколько позже, как это проявляется. Некоторые факты мне тут стали известны. Зачищают Россию, чтобы там меньше было людей. И вот эти территории они собираются осваивать через механизм территорий опережающего развития. Вот они это придумали. Там, где не будут действовать российские законы, там будут действовать законы их корпораций. То есть там будет полное рабство работников, вот этих захребетников, которые будут владеть всеми богатствами, всеми недрами нашей страны. Ну а в гетто будут жить вот те несчастные граждане, которые обладают какими-то якобы правами по Конституции, но по факту никаких прав у них нет. Вы читаете Конституцию, каждую статью можете прочесть и убедиться в том, что она не действует. То есть действуют только те статьи, которые на пользу правящей группировки. Отчетности у них нет перед гражданами, никакой и не будет в ближайшее время. Никакого наказания за безобразие нет и не будет. Коррупционеры высшей власти не подсудны. И вот эта тайная скрытая группировка, которая обрушила нашу страну, ну можно себе подумать, что люди, которые кормятся от того, что собирают на организацию государства, вот из своих карманов выплачивают налоги, действуют против даже самого государства, даже само понятие государства. То есть им государство не нужно, оно их сковывает, оно мешает. Надо Российскую Федерацию раздробить, государственную власть сделать ничтожное. Она уже ничтожна. Говорят, вот Путин какой-то сильный правитель, он ничтожный правитель, он ничего не может сделать в нашей стране. Кроме таких вот, опять же, пиар мероприятий абсолютно бессмысленных. Там университет на острове Русский, вместо того, чтобы нормальное образование сделать по всей стране. Там Олимпиада в Сочи при полном отсутствии физической культуры в стране. Все только для очень богатых людей, которые поддерживают, могут поддерживать свое здоровье, там где-то на беговых дорожках, в элитных физкультурных комплексах. Все, больше ничего нет. Есть, да, на пиар, на тебе, там, 10 миллионов долларов, там, 100 миллионов долларов, это на пиар. А вот миллиарды, триллионы, это все в собственности у олигархической группировки, и вот этой закулисной группы, фамилии, тут каждый может пофантазировать сам, кто в этой группировке находится. Но этим людям не надо. Вот видите, как-то, Чубайс не особенно вылезает, вылезает и не рассказывает о том, как он разоряет нашу страну и собирает капиталы и в свой карман, своих приятелей и своих подельников. Ему это не нужно. И таких людей, которых не выставляются на показ, тоже довольно много. Почему вот эта группировка закулисная решила, что надо кардинальным образом вообще все изменить и присвоить национальное... Она владела уже национальным достоянием, но владела неформально. А теперь им захотелось формально владеть, и это позволяло им включиться в мировую олигархическую систему, где признавались и признаются только частные владельцы. То, что у вас государство под пятой, это еще ничего не значит. Ты покажи, какие у тебя капиталы. Тогда мы с тобой будем разговаривать. Как сказал один негодяй из этой группировки, как я понимаю, Полонский, может быть, за это его и отчислили, из этой группировки. И у кого нет миллиарда долларов, тут дерьмо. Вот мы все действительно в его глазах, и в глазах этой группировки дерьмо. Ну, просто об этом не принято говорить. Поэтому против Полонского уголовное дело, там что-то отняли, у него он какой-то там где-то на островах прятался в Таиланде, вывезли. И какова его судьба будет? По крайней мере, он из этой группировки исключен, он нарушил конвенцию. Не надо дразнить гусей, не надо никому рассказывать, что они все дерьмо. Пусть они думают, что у них великая держава, а мы ее еще раз попилим, и все достояние присвоим себе. Это закулисная группа, о которой я говорю, она просто угадывается по способу деятельности. Видели, что в соревновании систем, какой они там меж собой устроили, СССР проиграл. СССР проигрывал по всем параметрам. Это еще Хрущев заметил, хотя на волне научно-технического прогресса вроде бы Советский Союз так стремительно развивался, что прогноз построения коммунизма к 80-му году был вполне реален. Если бы темпы роста 60-х годов были перенесены в 70-е и 80-е, то действительно благосостояние граждан уровня 80-го года было бы, наверное, раза в 3, в 4 или в 10 раз больше, чем по факту получилось. Просто затормозился научно-технический прогресс. Не получилось термояд освоить для мирного применения. И много чего еще. Как-то космос не дал никакого прибытка, почему-то от него ожидали. И к 80-му году уже считали, что будут полеты не на Луну, а уже на крае нашей Солнечной системы, а к 2000-му году уже там межзвездные перелеты. Были такие прогнозы, они публиковались открыто, можно их найти и в отечественных публикациях советского периода. Но вот не получилось, коммунизма не получилось. И в 80-е годы-то уже все было понятно. Они проиграли в конкуренции, проиграли, и народ был недоволен. Они решили от его недовольства еще и использовать. Вы думаете, вот эта бескормица накануне 91-го года пустота даже в столичных магазинах это случайность, что ли? Нет, это использована та же самая тактика, что и в 17-м году, когда был создан искусственный дефицит хлеба. Здесь тоже был создан искусственный дефицит, и народ несколько лет просто в изумление приходил. Мы работаем, выполняем план, у нас даже деньги есть, мы хотели бы на них что-нибудь купить, а ничего нет. Как это вообще может быть? Эти очереди, которые изматывают душу. Это была подготовка, это была подготовка душ людей к тому, чтобы они готовы были вообще все разломать. И подбросили еще вот такую миссию. Пришел Ельцин, герой, который готов нас всех освободить, и нас до сих пор убеждают в том, что Ельцин это был освободитель. Освободитель, который со своей группировкой ну просто в дым разорил страну, уничтожил ее обороноспособность, расчленил ее на куски 5 миллионов квадратных километров, 300 лет, как высокопарно выражаются некоторые, 300 лет державной работы, псу под хвост, что называется. Отдал 300 лет, отдал 25 миллионов русских, русское ядро, на котором все держалось, отдал просто тех, кто наиболее энергичен, поехал на периферию, там поднимать промышленность, сельское хозяйство, вот это ничто, это и никто. На периферии самые энергичные, дееспособные люди, динамичные люди, вот их просто в топку, и они сгорели, сгорели, вот вся эта русская диаспора, от нее не осталось ничего. Путин потом предал их, сначала пригласив в Москву в 2001 году, Конгресс соотечественников, все у вас будет, и ничего не было, ничего не было, все, больше нет того, что называется русское зарубежье, русских организаций, русских общин, ничего этого нет, все, люди ассимилировались, то поколение, которое готово было биться за воссоединение страны, оно уже ослабло, уже переходит по большей части в мир иной, или находится на пенсии, недееспособно для широких общественных действий, а новое поколение уже ассимилировалось, русские очень быстро ассимилируются, и ассимилируют тоже очень быстро, но видите, к сожалению, получилось так, что на этот раз ассимилировали нас, а не мы ассимилировали. ассимилировали. Поэтому проигрывалась глобальная война за души людей, проигрывалась, поэтому эти души решили развратить и дальше, и использовать ситуацию себе на пользу. Я уверен, что был организован вот этот еще не голод, но сильный товарный недостаток искусственно, искусственно. И так вот, факт реабилитации Ельцина и создание некой модели реабилитации Путина после того, как он уйдет. Тоже ему Путин центр будут строить, прославлять, спаситель, государство спас от распада, бомбил боевиков, уничтожал террористов на территории России, экономический рост, удвоение ВВП. То есть все эти мифы, все эти иллюзии о нем будут распространяться. Ну, заметьте, у Ельцина-то еще какая-то трудовая биография была до того, как он стал президентом РФ, РСФСР на самом деле. А у Путина вообще нет никакой биографии, не о чем говорить. То есть все придумано, все фальсифицировано. Пустышку взяли, просто, как говорят, мы и обезьяну можем сделать президентом страны. Ну, они фактически и сделали. Человека без биографии, без заслуг перед Отечеством, без каких-либо способностей, без образования, взяли и поставили на ключевой пост. Почему? Потому что мы все еще до сих пор верим, что мы на выборах что-то решаем. Ничего мы не решаем. В 96-м году, если они фальсифицировали выборы президентом Ельцина, не было тогда у него возможности, победил Зюганов. Ну, с Зюгановом они легко договорились, пан Зюзя, тебе будет все, но только кроме президентского кресла. Потому что мы не хотим даже никаких надежд, побуждать, что будет какой-то реванш государственности. Или мы можем, конечно, попугать, тогда была такая реклама, в 96-м году, политическая реклама. Придут коммунисты, корову отберут. Вот в таком духе, я не шучу, именно такие по телевизору прокручивались рекламные ролики. Придут коммунисты, отберут корову. И каждый думал, наверное, про свою корову или про корову, которая была у наших дедов или прадедов. Но даже это не воздействовало, и Зюганов получил больше голосов во втором туре, больше голосов, чем Ельцин. Ну, с ним договорились, сказали, ты особо не рыпайся, будет тебе вечное место в Государственной Думе, председатели фракции, коммунисты будут вечно, вечной оппозицией. Вот, вы только не дергайтесь слишком сильно, можете говорить, что угодно, но только вот ключевой момент, когда вы получаете голосов больше, чем правящая группировка, вы, пожалуйста, заткнитесь, мы будем фальсифицировать с вашего согласия. А если нет с вашего согласия, то мы просто истребим вас, перебьем, вот как генерала Рохлина они убили, или как они Виктора Илюхина убили, и многих других, я уверяю вас, верных Отечеству, тех, кто служил верой и правдой своему народу, вот этих людей они уничтожали, именно вот в стиле этой, в стиле, ГБшном стиле. Потом, ну это просто чудовищное было преступление, не просто убить генерала Рохлина, а свалить это все на его собственную жену, ужас какой-то. Но именно такими методами они действовали и продолжают действовать. Минимизируют вот это насилие, был бы сталинский режим, просто расстреливали бы направо и налево. Так вели они себя тогда, вот эти люди, которые гордо себя называют чекистами. Ну это самый передовой отряд русофобов, это чекисты. Вот тогда они просто уничтожали. Сейчас они более мягкими методами действуют, но если мягкие методы не срабатывают, то они действуют более жестко. Но кроме реабилитации Ельцина, нам предлагается еще реабилитация Ленина, как ни странно. Не случайно совершенно на форуме ОНФ, этого фронта, треклятого, непонятно для чего, созданного, как очередная параллельная структура, ну типа, знаете, был такой комитет народного контроля в советские времена, действительно действующая структура. Я сам тогда еще довольно юный человек обращался в эту структуру, она срабатывала и даже лучше, чем всякая прокуратура. Прокуратура в основном занималась уголовниками и крупными делами, а мелкими делами занимался вот этот комитет народного контроля. Ну здесь такой, знаете, такой ручной комитет народного контроля. Главное, чтобы демонстрировалась одновременно любовь к начальству. Вот они что-то там рассказывают, начальству, которое по должности должно вообще-то все знать, они начинают там что-то рассказывать, предлагать, такой, то ли параллельный парламент, то ли параллельный контрольный орган, непонятно. Вот на этом форуме вдруг почему-то Путин вспомнил про Ленина. И так, знаете, такое доброе недоумение в стиле где-то такое, а зачем вот, ну да, там все было замечательно, да, ну за что хорошо там убивали тех на фронтах, а за что священников-то? Вот жалко священников, их там пачками, сотнями под лед, как же так вот? Нехорошо. Понимаете, вот как будто человек только вот открыл для себя, что что-то там было нехорошо. Это тоже определенный ход, это попытка запустить в общественное сознание вопрос о том, что, а может быть все не так плохо было, как говорят, и не перегнулили палку. И тут же услужливое телевидение начинает рассказывать о том, что, ну вообще-то Ленин, смотрите, какие масштабы мысли, какой размах, какой романтизм, может быть нам вот за это его полюбить, ну конечно, там были всякие перегибы, и все было не очень хорошо, но зато какой масштаб, давайте мы вот это все как раз возьмем, все позитивное, как вот очень любят, давайте мы из всех периодов времени возьмем все самое лучшее, все самое позитивное, и тогда у нас будет замечательный режим, а вот не получается, вы просто не понимаете, что нельзя договариваться с чертями, нельзя с дьяволом заключать союз, для того, чтобы все было замечательно, потому что якобы дьявол, он в общем-то не во всем плохо, понимаете, вот масштаб, романтизм, там и у Ельцина тоже, вот не все плохо было, он уже, это же такой рефрен, он дал нам свободу, смотрите, он дал нам свободу, от чего он нас освободил, он освободил нас от собственной страны, от имущества, которым мы все владели, общенародного имущества, так, по крайней мере, заявляли коммунисты, обманывали, конечно, ну и вот в финале этого режима коммунист Ельцин объяснил всем, что на самом деле, ребята, вы только считалось, что владели всей страной, всем имуществом, и у вас было общенародное государство, общенародное достояние, ничего у вас не было, все то, что у вас было, мы просто переоформили на себя, вот и все, поэтому вот эта коммунистическая номенклатура, это была коммунистическая олигархия, и сейчас тоже та же самая олигархия, то есть происходит то же самое правление олигархии, вот при царе-батюшке Николае II не было никакой олигархии, были крупные промышленники, но тоже у них была такая склонность, и они посоучаствовали в финансировании революции, и переворота, переворота, государственного переворота, ареста государя в феврале 17-го года, вот многие не понимают, что как человека арестовали, и все, да, у него были какие-то возможности встретиться с несколькими людьми после этого, но вообще он был полностью блокирован, и невозможно было ничего сообщить кому-то о реальном состоянии дел, потому что дуло пистолета было приставлено к головам его детей, которые находились вот здесь же рядом, вот поэтому как-то вот не понимают исторической подоплеки, вот такой небольшой частности, что, в общем-то, есть что-то более дорогое, чем жизнь, есть жизнь твоих детей, и есть еще вопрос о том, а есть ли кто-то, кто готов за тебя положить голову-то, вот в тот самый момент, когда надо это было сделать, когда не хватило одной дивизии, чтобы раздавить мятеж, который происходил в Питере, не хватило просто элементарной верности, долгу, чтобы февралистов этих всех поставить к стенке, их там было-то, в общем, наперечет, закрыть думу, там расстрелять два десятка негодяев, и все, никакого мятежа, но этого не стали делать, и почему-то решили поверить, что царь отрекся, ну все, мы все поддерживаем, а кто это поддерживал-то? Все это организовала, просто совершенно крошечная группа людей, плюс владельцы газет, Шульгин об этом пишет, в основном все газеты были евролибералистические, возглавляли их евреи по крови, и все эти газеты были откровенно либералистические, враждебные государства, причем во время войны, это все как вспышка такая, подготовили заговор, раз, и вот распиарили, оказывается, царь подписал манифест, он никакого манифеста не подписал, взяли фальшивую бумажку, распубликовали во всех газетах, и церковь еще все это дело поддержала, со всех амвонов рассказали, что царь-то отрекся, ну примерно в 91-м году ведь произошло то же самое, и сейчас готовится, уверяю вас, то же самое, когда Путин скажет, ну знаете, тут что-то вот, то ли сердце заболело, то ли устал, то ли вообще надо уступить дорогу молодым, и кого-нибудь, вот Медведев, он же готовый, все, он же премьер-министр, все по законодательству, Путин уходит, исполняющий обязанности президента будет Медведев, но коль скоро он исполняющий обязанности, он же и будет президентом, а кто в этом сомневается, вы что, не проголосуете за Медведева, да плевать, что вы не придете на избирательные участки, или плевать, что вы придете и проголосуете против, результат вам объявят, и вы поверите, в том, что Медведев президент, ах вы не хотите Медведева, ну тогда будет вам Кадыров, вы не верите, что он может стать президентом Российской Федерации, без проблем, вам объявят, что он стал президентом Российской Федерации, Что вы побежите на митинги, а вы туда не ходите, вы не привыкли туда ходить, вы за последние годы туда не являлись ни разу, никогда не высказывали какое-то консолидированное мнение против власти. И вы побежите на митинги, будете организовать забастовки, будете там какие-то отряды самообороны собирать для того, чтобы противодействовать фальсифицированным результатам выборов. Не будете, поэтому будете рабами. Если сейчас вы по-рабски себя ведете, то и при объявлении совершенно цинично-фальшивых результатов вы будете вести себя ровно точно так же. Поэтому если вы не рабы, вы уже сейчас участвуете в русском движении и активно сопротивляетесь вот этому воровскому режиму, который и без того все выборы, абсолютно все выборы фальсифицирует. Но не фальсифицируют только те, где рабы голосуют, как им сказали. Ну зачем там фальсифицировать? Там все в порядке. А где что-то неправильное, где неправильный кандидат, тогда без проблем, без проблем и все это принимается обществом. Недавно тут узнал цифру, оказывается у нас, ведь это тоже не случайно, что по всей стране, знаете сколько памятников Ленину стоит? 20 тысяч. 20 тысяч памятников человеку, который разорил страну. Ну вот примерно как Ельцину построили этот Ельцин-центр и циклопический памятник в Екатеринбурге. А у Ленина такого центра нет, но был раньше музей Ленина, сейчас вот на этом месте, в том помещении был музей Ленина, а теперь музей войны 1812 года. Очень хороший, кстати, музей, рекомендую всем сходить, прямо рядом с Кремлем, бывшее здание, кстати, городской думы, и где после революции, конечно, никакой ни городской думы, ни советов не было, там был музей Ленина. Вот в этом месте организовали очень неплохой музей 1812 года. Редкая позитивная новость из последних лет. Так вот, если 20 тысяч памятников, это же, кроме того, еще название улиц, и в совокупности все это, это огромное давление на мозги, это же монументальная пропаганда. Монументальная пропаганда готовится к тому, чтобы Ленина оценить позитивно. И уже социологические данные говорят о том, что да, Ленина оценивают негативно предшествующие поколения, которых заставляли конспектировать всю эту бредятину, вот эти 50 томов, там собранные, все записочки даже мелкие были сохранены. Причем даже когда Ленин в эмиграции жил, то есть все записки, все письма и так далее, все было сохранено, и вот набили 50 томов и заставляли конспектировать студентов всех профессий, абсолютно всех. И это же не прошло даром, это не прошло. Кто-то вспоминает о своей молодости, и у него как такой штамп в голову влетает, что там Ленин и партия близнецы-братья, кто-то учил эти стихотворения, кто-то там из ленинских работ цитирует, как Путин у него выскакивает иногда, вот он тоже конспектировал эти работы из него, выскакивает, больше в голове это ничего нет, поэтому выскакивают какие-то ленинские цитаты, декабристы разбудили Герцена и так далее, вот что-то в таком духе. И эти штампы приводят к тому, что да, реабилитируем Ленина, Брежнев вообще был, можно сказать, высший этап развития 20 века, просто милашка, почти что развитый коммунизм, а не социализм, и наконец, да, Путина с Ельциным тоже реабилитируем все, что они натворили, все это тоже объявим очень позитивным, все объявим очень правильным. Помимо хозяйственной разрухи и реабилитации всех мерзостей 20 века и самых главных его мерзавцев, еще есть один признак, который свидетельствует о том, что Путин будет уходить в самое ближайшее время, а может быть даже в этом году, это зависит от обострения ситуации, как внутриполитической, так и внутриэкономической. Есть еще один фактор, он тоже обозначился вот только что, это совершенно неадекватная реакция государственных СМИ и придворных журналистов на фильм BBC, который, ну, как бы, и смотреть-то бессмысленно, потому что в нем ничего нет, и об этом все говорят. Ну а что, фильм BBC, он обвиняет Путина в коррупции, называет его коррупционером, но ничего не доказывает. Ну а что вы тогда так реагируете? Ну кто-то что-то брякнул из официальных лиц Вашингтона. Ну хорошо, брякнул, так вы на государственном уровне отвечайте. Отвечайте дипломатической нотой или там отзовите на время посла, или какие-то другие демарши сделайте. Ну скажите, что, я не знаю, как это принято в вашей среде. Дурак сам дурак. Ну скажите, да, у вас там негров ущемляли до недавнего времени, а сегодня там белых ущемляют или... Ну что-нибудь-то ответьте хоть как-то, хотя бы остроумно отметьте, посмейтесь там. Нет, реакция была сверхсерьезной и сверхбурной. На ведущих телеканалах длинные дискуссии, возмущенные там все эти аналитики, госмужи, депутаты, которые просто возбужденно говорят о том, как же так Владимира Владимировича нашего задели, да как это вообще может быть, чтобы его назвать коррупционером. Этого бессеребряника, этого милейшего человека, который, оказывается, даже галстуки себе не подбирает по тысяче долларов. У него совсем простые галстуки, пиджаки у него вовсе там не отверсачи, а просто вот обычные, ну конечно и не из магазина, но самые обычные, это же не за сто тысяч долларов какой-то костюм. Ну и костюмы самые обычные, все у него обычные. И даже дворец у него есть в Галенджике, но он там туда ни разу не приезжал. А раз не приезжал, значит это не его дворец. Ну хоть бы тогда сказали из-за сторонния, а для кого он построен, для кого все это дело, снятое со всех точек еще на стадии строительства, для кого это было? Ну уже все это дело расшифровано было, да, как, откуда и где. Как строятся все эти дворцы. Ну да, вот чем может упиваться человек, обладающий неограниченной властью Российской Федерации, или по крайней мере тешащий себя мыслив, что он не имеет никаких ограничений. Вот чем, в чем может быть выражено богатство Путина? Ну конечно не в пиджаках и не в галстуках, но указывают именно на это. Посмотрите, у него и шикарных машин никаких нет, и галстук, ну он все, что захочет, он может иметь на завтра. Скажет галстук за 1000 долларов, принесут ему такой. Про часы, кстати, тоже что-то не сказали. А вот какие часы у него? У него часы за 500 рублей, что ли, или какие там? Не в этом дело. А дело в том, как живут его родственники, друзья, как живет его ближайшее окружение. И вообще, как может быть некоррупционером президент администрации, которая вся пронизана коррупцией, где нет некоррупционеров? Вы тогда скажите, а какие галстуки вообще у всех тех, кто вокруг Ельцина, вокруг, извините, ну это в общем одно и то же, конечно, Ельцина или Путина, вот кто вокруг него кустился, клубился? Это же все люди, самые настоящие воры и изменники. Тогда как называть руководителя всего этого? Да, Пахан держит вот этот их общак. Он не принадлежит Пахану, может быть, следующему придется передать. Но разве Пахан в чем-нибудь себе отказывает? Вот он любит пиар, это такой артист от природы. Конечно, у него таланта артиста нет, поэтому уши все видны, вот все эти организованные пиар-акции. Но он любит это, понимаете? Раньше пиар был примитивен, но что там, Ельцин сел в троллейбус, проехался или показал, что он носит ботинки фирмы Скороход местные. И на самом деле все это было не так, но главное это показать, главное показать, что вот это так. Один раз покажешь, а дальше носи любые ботинки и разъезжай там на любом транспорте и делай, чего хочешь. Так же вот и для Путина, но для него это все гипертрофировалось, ему больше ничего-то и не нужно. Для него управление государством это и есть личный пиар, личный рейтинг, вот об этом он и заботится. Ради этого он с аквалангом ныряет и достает там какую-то заранее приготовленную амфору и гордо ее выносит. Вот такой подводный археолог, тут плавали уже там сто лет, подводники не могли найти, а он вот раз и без всяких там ракушек и тины вынимает готовую древнегреческую амфору. Не бывает, конечно, такого, но это пиар для дебилов-то, население дебилизировано за последние 25 лет ужасно, поэтому для дебила это все понятно, это даже очень мило. Или там с тигрицей пообщаться, которую там накололи чем-то и она невменяема. Или там сесть в кабину истребителя, все это замечательно, все это воспринимается дебилизированным мозгом, как, ну это же наш родной, смотрите какой крутой парень, он даже в истребитель сел. Ну я думаю, что подавляющее большинство граждан сесть в истребитель вполне может, и даже сняться, что как будто бы он может даже и летает в этом истребителе. И даже может быть пролетел, может даже все это и правда. Но все это не является государственной деятельностью, все это является беспрерывным пиаром. И вот сидят эти политтехнологи, целая туча там всех этих уродов, которые кормятся за наш счет и придумывают, что бы это такое еще ввернуть, вот какое бы словцо такое вернуть, чтобы оно в очередной раз возбудило любовь к вот этому всенародно избранному наследнику Ельцина. Началось все с замочем в сортире, ну так это понравилось всем. Вот бы вот такие же бы еще словечки, или там что-то, приезжайте к нам, мы вам отрежем все, что у вас там есть лишнее, тоже так журналисту иностранному. Вот и вот эти вот словечки, всякие вот эти поступки, вот это и есть вся жизнь Путина. Больше он, вы думаете, он занимается управлением страной? Нет, конечно. Там есть кому заниматься, там они и занимаются. Поэтому, когда, я думаю, даже если бы он хотел посадить Сердюкова, он не смог бы это сделать. Потому что это человек той системы, скрытой группировки. Ну и заметим, сейчас в ФСБ хоть какой-то контроль над этой организацией осуществляется, никакого, никакого. Уверяю вас, был депутатом Государственной Думы, пытался хоть как-то, хотя бы диалог, чтобы вот я направил письмо, мне что-то ответили. Никакого диалога, вообще полностью закрытая структура. Полностью, никакого гражданского, кем она создана и для кого она работает. Я вас уверяю, она работает не на страну. Да, конечно, там каких-то террористов ловят, какие-то подразделения работают, ну так же, как и в полиции есть, уголовная полиция, которая находит убийц, грабителей и так далее. Так и там тоже террористические группировки скрываются, но не для этого созданы. Это прикрытие. Сама организация создана не для этого, а вот для того, о чем я сказал. Нам-то кажется, что мы вкладываемся в национальную безопасность, когда деньги идут раньше на КГБ, теперь на ФСБ, они идут совсем не на это, совсем не на это. Они идут на как раз вот тот самый ключевой момент, когда надо заткнуть рот, когда надо убрать опасного соперника правящей группировки, без закона, втихую, подстроить что-нибудь, автомобильную катастрофу, или там можно уничтожить целый самолет, как с генералом Трошевым. Вот для чего работает эта группировка, или этот инструментарий спецслужб. И поэтому не допускается никакой контроль людей, которые по отчаянию могут прикоснуться к той информации, которая закрыта. Обстоятельства убийства генерала Рохлина, или обстоятельства убийства даже полковника Буданова. Вот это все не трожьте, не трожьте. Это совершенно неприкосновенный запас. И даже тайны большевиков, которые, казалось бы, ну пожалуйста, открывайте, есть так называемый президентский архив создали, куда доступа нет. Тоже я как депутат Государственной Думы обратился в администрацию президента. Я хочу в этот архив попасть, там по Катынскому делу поискать. Архив Красной Армии называется. Нет, нет, мне было отказано. Ну а обычному человеку или там исследователю нельзя туда попасть. Почему? Потому что тайны большевиков и тайны постбольшевиков это одни и те же тайны. Потому что это одни и те же люди. Те, кто совершал переворот в феврале и октябре 17-го года, это те же самые люди, которые совершали переворот в 91-м году, в 93-м году. Фальсифицировали выборы 96-го года или 2004-го года. Не важно. Это одна и та же генерация. Скрытый тайный механизм власти. Вот он реализуется таким образом. Фильм BBC действительно совершенно примитивен. Он содержит два послания. Одно послание дебилам, которым, в общем-то, достаточно повесить ярлык, и они будут рады. Европейцы как раз такие сказали, что Путин коррупционер. Ну да, хорошо, мы все Путин. Мы так и знали, раз вы сказали, раз BBC сказали. Кстати, талантливые очень режиссеры и операторы в BBC снимают блестящие фильмы. А тут сняли посредственный фильм. С чего бы это? Просто им так сказали, так надо. Там любой сюжет недоговорен. А почему он недоговорен? Это намек тем, кому намекали. Для дебилизированной публики это незаметно. А для тех, кому намекают, это заметно. Мы владеем этой информацией. Вот мы сказали А, Б, В. А дальше вы знаете, что мы можем еще сказать. Мы можем расшифровать все это. Мы можем в подробностях все рассказать. Мы даже показываем людей, носителей этой информации, и у которых есть документы, которые они могут предъявить. Этот фильм еще и послание олигархии путинской и самому Путину. Пора уходить. Вот это признак. Пора уходить. Говорят те, с кем они вступили в сговор. То есть фактически та группировка, которая за кулисами правит государствами, ставит и снимает президентов, говорит Путину, пора уходить. Мы же всю информацию вот сейчас обозначили, что мы можем все это выложить. А некоторые журналисты, они торопливо уже начинают все это выплескивать. Да, период работы Путина на должности при Собчаке. Все это опубликовано, показывают документы. Все, вор у власти. Вор. Как Путин может быть коррупционером? Да он коррупционер еще с того момента, как ему позволили прикоснуться к собственности Санкт-Петербурга. Уголовное дело было заведено. Обстоятельства известные, бумаги с подписями и так далее. Свидетели, которые рассказывают, да, вот это все было вот так и так, и так, во всех деталях свидетели рассказывают об этом. Вот какие-то либералы там сняли фильм, причем так, умеренные такие либералы, они глупости перестали говорить, то есть вот эти либеральные свои, так называемые, ценности, они перестали педалировать. Они просто фактуру дали. Есть, есть фильм, пожалуйста, в 15-м году выпущен. А в BBC не стали это использовать. Вы думаете, не знали, что ли, не могли использовать? Могли. Они просто обозначают, что они могут вот это все выложить, и уйдешь ты под свист и проклятие со своего поста или уходи сейчас. Мы тебе даем возможность. Мы не будем все это выносить. Это же внутренняя кухня. Зачем нам выносить все это на публику? Но если ты не уходишь, понимаешь, мы тебе дали 10 лет, ты уж 15 сидишь. Давай уже сваливай со своего поста. У нас есть уже команда на замен. Вон она вся готова. Кудрин, Касьянов, вся эта публика либеральная, она готова вернуться. Может быть, вместе с Медведевым. Министры все очень хорошие у Путина, замечательные для мировой олигархии. Просто блеск абсолютно необразованный, тупые, косноязычные. Разваливать Россию очень удобно. Вот только Путин мешает. Ну, просто засиделся. Нужен более динамичный негодяй. Чтобы он негодяйствовал, более энергично. Может быть, даже Медведев уже не подходит. Надо какого-нибудь нового. Вырастить его за полгода, распиарить, не проблема. Потому что уровень дебилизации избирателей таков, что они готовы поверить в результаты, в любые результаты. Мы сейчас, ну вот как Навального, раскрутили, ну вот как-то не ко двору. Они уже готовили его в президенты, готовили. Были бы выборы, Навального бы объявили победителем. Если бы, конечно, Путин ушел, нам мог бы похлопать его по плечу и сказать, Ну ладно, я тут уже, а ты давай, молодым у нас везде дорога, все, вперед. Ну, раскрутят точно так же какого-то другого деятеля. Это легко делается. И стоит это недорого. Вы думаете, 100 тысяч человек вывезти на Болотную площадь, это какие-то сумасшедшие затраты? Да это пустяки для вот этой закулисной олигархи. И даже для одного олигарха, обладателя миллиардного состояния в долларах, организовать вот такую бузу, ну никаких проблем. При непротивлении какой-то группировки закулисной. Вот такая группировка как раз существует. На это указывает, что Болотным дали везде. Дали везде ходить, везде проводить свои шествия. И понятно, кто в эту группировку входит, или по крайней мере выполняет ее распоряжение. Собянин и вся эта группа, которая вокруг него располагается. Чуть позже еще об этом тоже есть определенный момент. Пока вот неадекватные реакции на фильм BBC. Пиар как образ жизни и коррупция тоже как образ жизни. Пиар для Путина, коррупция для всего его окружения. Ну наверняка есть информация, что не только он в период, когда он еще не был президентом, занимался незаконными сделками. И сидеть бы ему в тюрьме, если бы была нормальная власть и нормальная правоохранительная система. Но и на президентском посту какие он сделки заключал. Ну все это будет рано или поздно вывернуто наружу. Ельцин не мог этим заниматься в силу того, что он с пьяну все делал. Поэтому там подписывали за него без проблем. Ну как вот надо тут оформлять какой-то очередной воровской акт, а Ельцин пьяный. Ну давайте мы за него распишемся или кто-то распишется. Никакие полномочия не нужны были. Все делалось так вот. Закон-то никому не нужен. И оформление собственности. Поэтому происходило потом уже при Путине. Путину олигархия чем больше всего благодарна. Что он оформил ей права. Вот 100 миллиардеров, которые появились при Путине, они уже при Ельцине организовались. Просто у них невозможно было это все оформить и сказать это все мое. А теперь можно. Теперь вот 100 миллиардов путинских миллиардеров это главное его достижение, его исторический успех. Формирование в России олигархического класса. Класса запредельных негодяев, для которых управление народом это постоянный грабеж. Поэтому я и говорю, что монархия лучший способ правления, потому что олигархии при монархии быть не может. Они несовместимы. Монархия, как по Аристотелю, это правильный способ правления. Олигархия неправильный, невозможный. Не может быть при монархии олигархии и тирании. Но может быть аристократия и демократия. А у нас демократия тоже как неправильная форма подменена охлократией. То есть охлос он славит своего тирана и готов поклоняться олигархии, подчиняться ей. Это несовместимые вещи. Поэтому единственный рецепт против путинизма, воровства, предательства это монархия, аристократия, демократия, которые совмещаются. История эта известна. Эти государственные формы являются правильными и встраиваются одна, пристраиваются к другой. Если есть монархия, если есть автократический режим с законными формами правления, с правилами передачи власти, скажем от отца к сыну или потом по женской линии, если вымирает мужская, как было в Российской империи, тогда все нормально. Тогда пристраивается аристократия, существует, служила аристократия, которая кроме как интереса страны ничего другого не знает. И демос, который правит на уровне местного самоуправления и выражает, как это было принято говорить, мнение земли. Все правильно. Но при тираническом режиме и при олигархии, конечно, народу остается только быть охлосом, быть тем, кто потребляет хлеб и зрелище и прославляет свое начальство. Конечно, во внешнеполитическом контуре конец путинской эпохи обозначается тем, что Донбасс сдан, там образовались свои хунты, совершенно аналогичные киевской хунте, и поэтому поддерживать эти режимы уже больше невозможно, там убивают лучших русских людей, там предали ополчение, невозможно поддерживать уже все это, а это результат путинской политики, и чем-то надо расплачиваться, ты все это дело здесь устроил, ну, ты как-то должен тогда реабилитироваться, каким образом? Вот хотел отвлечь внимание через Сирию, ну, там, видите, мы составим международную коалицию, все будет замечательно, но ты уже месяц за месяцем бомбишь и бомбишь, бомбишь и бомбишь, и что толку? А толк такой, ИГИЛ все еще занимает окрестности Дамаска, и приходится эти окрестности бомбить, приходится стирать в пыль города, занятые ИГИЛ, никакого мира пока нет, и диалога нет, и сейчас вроде бы, ну, опять какая-то попытка, давайте мы в Женеве там о чем-то договоримся, и такой принцип предлагается со стороны Российской Федерации, конечно, Асада в отставку, ну, как он не справился, все, иди отсюда, мы ему, оказывается, помогали для того, чтобы он в отставку ушел, что ли, и принцип такой, кто что контролирует, то затем и остается, вот эти территории, там, курдские вооруженные бандформирования, так называемая вооруженная оппозиция, пожалуйста, это все, вот все, что вы контролируете, это ваше, как это так, это какой-то государственный подход, что ли, вы кому помогали? Вы помогали суверенному государству Сирия или помогали бандформированием, ну, менее злобным, чем ИГИЛ, а я думаю, не менее, ровно точно такие же, это были злобные формирования, просто для ИГИЛ создали вот такую картинку, кому-то это было выгодно показывать, и фильмы профессионально снятые, как горло там перерезают, мы даже не знаем, это постановка или действительно в самом деле там кому-то резали горло, это одно и то же, получается, что нулевой результат, вы бомбили, вы применяли самые современные технологии, против вас вообще ничего не применяли, один раз стрельнули ракетой в хвост нашей сушки, она сгорела, вот, и все, против вас нету оружия у ИГИЛ, чтобы действовать против вас, нет никакой противовоздушной обороны и нет никакой авиации, которая вам противостоит, и то вы не справились, вы не можете ничего сделать, нулевой результат от сирийской операции, поэтому там ноль, здесь ноль, тут минус, тут громадный минус, пора уходить, пора, и намекают, пора, пора уходить, и я думаю, что и нам, как гражданам России, тоже надо было бы сказать, пора, пора, правда, сменять не Путина, это был бы пустяк, это не очень интересно, пора сменять режим, и есть кому сменять, я побывал здесь на слушаниях в Московской городской думе, слушаниях по генплану для новой Москвы, так называемой, многие москвичи как-то не замечают, что прирезали к городу территорию вдвое по площади, превосходящую нынешнюю территорию, так называемой старой Москвы, старые высюки, некоторые шутят, вот, и на этой территории некий такой планчик создали, вы знаете, какой это планчик? Это планчик переселить сюда 7-8 миллионов человек, все пятна, которые лишены леса, должны быть застроены на 80%, это цифра, которая звучала на этих слушаниях, и 7-8 миллионов, кто сюда приедет? Во-первых, надо зачищать территорию, обезлюживать, прежде всего, Сибирь и Дальний Восток, во-вторых, нужны же рабы, поэтому, конечно, из Азии вот эти цельнопереселенцы, которые радостно переезжают, не зная русского языка, в Россию, и, конечно, здесь они готовы будут расселяться. Вот эти 7-8 миллионов, огромные города, там, 100-тысячные, полумиллионные города должны быть построены, это все должно войти в московскую агломерацию, вот такой язык на юго-запад протянули, и вот этот язык весь должен быть застроен, там, где нет леса, там должны стоять дома, независимо от того, есть там какие-то усадьбы, какие-то древние городища, все должно быть застроено, никаких городищ нет, культурного достояния нет вообще, поэтому надо это все застроить, а там, где леса, они должны быть рассечены колоссальными магистралями, там, по 6-8 полос, естественно, что там никакой природы уже не останется, там, Шишкин лес просто сметает, там, уже сейчас идут порубки, все, то есть чудовищный план уничтожения нашей страны, по сути дела, и об этом на слушаниях граждане, приехавшие из Новой Москвы, говорили, меня просто поразило, я пошел на эти слушания, я думал, что, ну, сейчас ведь начнут опять вот это занудство, начнут заискивать перед начальством, каждый будет говорить про свое болото, говорить, вот, можно ли как-то это болото обогнуть, тут вот дорога неудобна, а можно ли вот рядом не строить этот колоссальный город, он же нас поглотит, наше традиционное поселение превратит в какой-то там пригород, обветшало и так далее. Никто так не говорил, я где-то около дюжины выступлений послушал, абсолютно все люди, это не были депутаты, это общественники, которые вот только что образовались, когда увидели, что, ну, их среду обитания просто хотят стереть в порошок. Образовались такие общественники, которые оказались, во-первых, компетентны, они вопрос хорошо изучили, подготовили, во-вторых, склонны к объединению, они предварительно между собой обговорили, с чем они будут выступать. Они выступали консолидировано, то есть они говорили и про свою частную проблему, своего там поселения какого-то или района, и в целом о проблеме, не только, причем о проблеме Москвы, которые тоже этим самым уничтожаются. То, что задумано и реализовано Собяниным, объявленным Медведевым, это уничтожение и Москвы в целом. Город должен просто задохнуться, умереть, и вся Россия должна съехаться сюда, вот в Подмосковье, в московский регион. Эти люди оказались действительно консолидированы и готовы выступать против власти за Россию, за Москву, за любимое Подмосковье, за свой любимый город. Это высшая степень гражданского самосознания. И все, я думал, придется людям сказать, ну не гоже заискивать перед начальством, не гоже просить каждому самому за себя, надо как-то мыслить шире. Но этого не понадобилось, и я поэтому и выступать-то не стал, и даже пораньше ушел, потому что понял, люди сорганизованы, нам бы еще в Москве так же сорганизоваться, таких же людей с гражданским самосознанием и широким взглядом, и без заискивания перед начальством, соединить вот с теми, кто из Новой Москвы приехал, и у нас получилось бы мощное гражданское движение, которое должно взять власть, которое должно выгнать вот этих коррупционеров и заговорщиков. Откуда этот заговор? Что предполагает вот этот заговор Собянина и компании новых вот этих либералов закулисных, которые готовы сменить путинскую администрацию? Выяснилось, оказывается, в ООН давно уже обсуждается вопрос о том, что территории, где плотность населения ниже, чем 5 человек на квадратный километр, должны быть объявлены бесхозными, каждый может их занять, заниматься там разработкой, кто там будет создавать поселение, тот и должен владеть этими территориями. То есть обезлюживание России – это заранее заготовленный заговор, это заранее спланированное мероприятие по расчленению страны. Расчленяли Советский Союз по национальному признаку, а здесь по принципу того, что есть бесхозные территории. Раз вы их не освоили, значит, освоит кто-нибудь другой, и это решение международного уровня. Вот план их. То есть мы видим, есть субъективные и объективные причины. Крах государственности, есть международный, мировой заговор с участием Собянина и вот этих закулисных либералов, так называемой несистемной оппозиции. Я не понимаю, что это такое. Они полностью в системе, полностью обладают деньгами, административными ресурсами, всем необходимым, в том числе через Собянина и Медведева. Вот они готовы заместить на недействующую власть. И международные олигархи, и внутренние олигархи уже тоже говорят Путину, ну пора уже, все хватит, пора уходить. Поэтому мы находимся на грани очень серьезного процесса, смены власти, распада государства, который планируется под покровом вот всех этих событий политического масштаба. Естественно, будут массовые политические репрессии, бурления, какие-то протесты, бунты голодных с кастрюлями, как ходили в 1991 году. Сценарий разворачивается перед нами. И задача нас, русских людей, русского движения, сплотиться и не дать еще раз расчленить Россию, и не дать захватить власть новым либералам. Прогнать ныне действующих, но не дать занять власть той смене, которую они подготовили с участием международных сил, международной олигархи, мировой олигархи, готовой вновь разодрать Россию на куски и нас оставить нищими и лишенными всякой государственности. Если мы их остановим, то тогда мы приведем к власти компетентных людей, которых я видел на слушаниях в Московской городской думе. И эти люди устроят нормальную жизнь, уничтожат олигархию, уничтожат все их планы, подлые, негодяйские, заменят законодательство на нормальное, установят нормальные суды, нормальные правоохранительные органы начнут работать. И жизнь стабилизируется. Русское государство будет удобно для всех, абсолютно для всех. Ну, кроме врагов России, кроме врагов рода человеческого. Вот это и есть наша задача. Русское государство в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин